Всем привет! Меня зовут Максим и вы на YouTube канале компании Priority Auto. И сегодня у нас речь пойдет не вот о этих красавцах, которые стоят у нас на стоянке, автомобилей под полную поршину, а о двух интересных экземплярах. Это мотоциклы. Как вы могли догадаться, видя меня на YouTube канале, это будут у нас мотоциклы. И это Kawasaki KLX 250. Легенды, легенды. Эндуро. Что касается мотоциклов эндуро с аукционов Японии. Сразу же дам ремарочку небольшую. В основном 80% эндуро приходят в Россию незаводными. Почему? Потому что они эксплуатируются в жестких условиях, хоть это и Япония, но конкретно эндурики ездят по лесам, по горам, японцы на них носятся, получают удовольствие, потом им надоедает и они их продают на аукционах Японии. Они оба незаводные. Почему они незаводные, японцы не пишут. Чаще всего это проблемы с аккумулятором, либо со стартером. В данном случае, скорее всего, это не только аккумулятор, потому что я пытался их прикурить, запустить. Мотоциклы не оснащенные у нас кикстартером. Это, конечно, не очень хорошо, но в целом и неплохо. То есть, если у нас есть стартер, нам не нужно это в полоте его там драконить, чтобы завестись. Аккумулятор заряженный, мы его запустили со стартера электрического и полетели. Что касается состояния, в каком все-таки мотоциклы приходят. Все интересуются, в каком состоянии приходят эндурики, ушатанные или нет. Смотря как мерить. В основном, кто-то скажет, что они ушатанные. Но это если сравнивать их с мотоциклами другого класса, например, naked'ами, либо классическими. Потому что, что касается эндуро, они все приходят в каких-то масляных подтеках, с ржавчиной по раме, ржавчиной по цепи и по кузову. То есть, конкретно по параме, по элементам. В чем их преимущество? Почему нужно покупать именно вот такой вариант? Именно с ржавчиной, под обслуживание, не заводной. Во-первых, первое, он стоит не очень дорого. Вот видите, ржавчина. Это эндуро. Это лесник. На нем носились и будут носиться. И в России он также будет эксплуатироваться. Почему именно в таком состоянии, повторюсь? Потому что это дешевле, чем покупать новый. Новые эндурики стоят в районе полумиллиона за 250. Полмиллиона. Здесь же у нас 250 тысяч рублей. Я думаю, здесь обслуживание максимум 1000 на 10. Это прям максимум, это предел вообще. Это если поменять свечи, даже если купить резину. Хотя здесь резина в целом неплохая. И, собственно, почему их заказывают? Во-первых, это достаточно надежный аппарат. Они могут не обслуживаться там очень долго. То есть, не менять масло, не менять фильтра. Они будут ездить. Это прям неубиваемый танк. Плюс, что касается танка. Это самые тяжелые мотоциклы в своем классе. Примерно 140 килограмм. Но у него 36 лошадиных сил. Что, в принципе, помогает вытягивать вообще на любой грязи, из любого болота. То есть, достаточно клевые мотоциклы. Ну, некоторые, конечно, говорят, что они маломощные. 250 не хватает. Но это тем, кто ездит где-то, возможно, по трассе, где-то межгород. Конечно, возможно, им этого будет мало. По лесам, по песку, куда-то еще. Это два самых идеальных варианта в соотношении цена, качество, проходимость. Это у нас рестайлинг у 2002 года. Это дорестайлинг. Но вот эта штука, это не штатная вещь. Япония сам доустановил. Доустановил вот такую линзу для света. Стоят карбоновые крылья. Причем настоящий карбон. Есть вот, видно, он потрескался. Карбон настоящий. И, в принципе, еще стоит набор под инструмент. У этого состояния немного получше, чем у этого. Почему? То есть у нас немножко меньше ржавчины. Плюс у нас есть небольшой тюнинг. Ручки не так сильно затерты. Большинство эндуро, которые приходят, приходят именно такими. Так, у нас стоит штатная оптика, зеркала, нештатные грипсы. Есть защитка. У нас пластиковые крылья. Ездила, походу, японка. Можете смотреть на эту наклеечку. Очень интересно. Штатные поворотнички внизу. В общем, обычный классический 98-го года колонист. Все по штату. Он слегка ржавенький. От этого никуда не деться. Это, в любом случае, эндуро. Сидение у нас в более-менее неплохом состоянии. Здесь какая-то была наклейка. Я на него не садился, потому что она очень липкая. Кстати, что касается резины. Здесь у нас прям зубья через одну. Это прям по песку. Где-то носится по бездорожью. Здесь же у нас резина черепаха. Кто на мотоциклах носится, скажите. Напишите в комментариях, какая из них лучше. Я уже вангую, что напишу, что вот эта. Но чем же, почему японцы все равно ставят вот эту резину. Если вы знаете, напишите в комментариях. Пойдут они двум друзьям. Два друга заказали их для того, чтобы эксплуатировать по лесам. Мотоциклы для них это одни из первых. До этого они не так давно катались. То есть, как по мне, так же. Вот эти варианты. Если вас интересует эндуро. Для того, чтобы получать удовольствие. И не заморачиваться с их обслуживанием. Всегда рекомендую брать KLX 250. Это как автомат Калашникова среди эндуро японцев. Единственное, что многие говорят. Что касается воздушного охлаждения. Что в случае падения. Можно повредить радиатор. Остаться в лесу и так далее. Но скажу вам так. Если вы хорошенечко упадете на любом мотоцикле. Вы останетесь в лесу. Что касается здесь. Хоть у нас радиатор. И находится близко к краю при падении. Если мы будем падать. Мы упремся в ручку. И упремся в лапку и в сцепление. Что же касается покупки на аукционах. На каких аукционах лучше брать эндурики. С одной стороны, кто-то мне скажет. Что лучше брать на БДС. Потому что мы видим, что он запустился. Или не запустился. Очень много дополнительных фотографий. И тут я конечно же соглашусь. Но будет но. И оно не маленькое. Первое. Если мы о мотоцикле очень много чего знаем. Он завелся. Много разных фотографий. Он весь такой красивый. Нализанный. То он будет стоить гораздо дороже. Чем можно было купить подобный. С небольшими вложениями. Если мы покупаем мотоциклы на аукционах Array и GBA. Там описания меньше. Фотографии меньше. Соответственно. Кого-то это может отпугнуть. Ну что касается эндуро. Я рекомендую всегда брать мотоциклы. Не заводные. С небольшими вложениями. Почему? Потому что немножко добавив. Мы получаем клевый корч. Который можно будет носиться. В любом случае. Эндуро этих годов. Это своего рода корчи. Потому что он должен быть таким. Он должен эксплуатироваться в жестких условиях. Он должен доставлять удовольствие. Он должен быть вот таким вот старичком. Он должен носиться по горам. И так далее. Когда мы немножечко вкладываем в мотоцикл. Который мы приобрели с Японии. Где-то его тюнингуем. Обслуживаем. Массажер становится нам родным. Потому что если мы берем новый. Абсолютно новый мотоцикл. Эндурик. Вкладываем кучу денег. Берем ипотеку. Покупаем за 600 тысяч себе эндуро. Он не доставит таких эмоций. Как может доставить данный старичок. Только потому что если ты отдал деньги. За мотоцикл. 600 тысяч. Застрял в нем где-нибудь в болоте. И он тебя оттуда не вытащил. Это как минимум обидно. А если ты купил мотоцикл. 200-250 тысяч рублей. Застрял в болоте. Он тебя не вытянул. Это все равно круто. Это потому что твой мотоцикл. Ты его делал. Ты в него вкладывался. Ты его тюнинговал. То есть так скажем. Это эти эндуро. Это поле для действий. Это поле для развития. Поле для того. Чтобы научиться ездить. Для того чтобы носиться по горам. И получать удовольствие. Ну что ж. Мы переходим к самому главному. Это цена. Сколько же обошелся. Каждый из этих мотоциклов. Смотрите. 98 год обошелся. В 230 тысяч рублей. В 2002. 270. За чего такая разница. Разница только в том. Что пробега этих мотоциклов. Разные. В 2002 он поменьше. Плюс. Состояние 2002. Немного получше. И он у нас с небольшим тюнингом. Собственно. От этого и такая цена. В целом. Я скажу так. Это два мотоцикла. Примерно в одинаковом состоянии. Плюс-минус. Каждому нужны небольшие вложения. Конкретно по 98 году. Могу сказать так. Ему требуется обслуживание тормозов. В 2002 году все прекрасно. Где-то возможно свечи поменять. Обслужить. Карбюратор. И в принципе ехать. И как всегда. С вами был Максим. Компания Priority Auto. Всем пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка. Доставка. Растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.